Здравствуйте! В эфире проект «Современники». В нашем объективе те, кто интересен своей жизнью, своими историями. Одна на миллион. И это не просто громкие слова, это факт. Сегодня героиня нашей программы Татьяна Зрожевская. Единственная девушка в России, которая удостаивалась титула временной чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета WBC. За ее плечами 240 боев и почти все завершились ее победой. О том, как живет и как тренируется черная пантера Татьяна Зрожевская, расскажем сегодня. Утро обычного буднего дня. В Центре дополнительного образования «Родник», это в микрорайоне Придонской, все по расписанию. Но занятия в этом спортивном зале почти всегда начинаются раньше указанного времени. На свои тренировки Татьяна Зрожевская приходит заранее. Чемпионский почерк. Я сейчас с детства мечтала о своем зале, о своем, ну, большом, конечно, зале. Я собираю каждые вот с первых соревнований плакаты. Это, конечно же, не все плакаты. Основную массу своих плакатов я храню дома для большого зала. Здесь Татьяна тренируется много лет. Ее бессменный тренер Игорь Авакян. С ним они прошли огонь и воду. И я ходил по классам, по школе. Ну, и собирал. То есть, детей призывал, агитировал. На кикбоксинг. У нас кикбоксинг был. Вот она пришла. Ну, она и как бы, по-моему, весь памятник изменяет. Это был второй класс. Она была в втором классе еще тогда. Ну, и как-то она быстро все схватывала так, по-мальчишески, честно говоря. И это было видно. Она и физически была развита, и она была очень бойцовая. Я сразу разглядел. В маленькой, но трудолюбивой и упорной девочке Игорь Григорьевич и разглядел будущую чемпионку. Как говорит он сегодня, с ней он не имел и не имеет права не дорабатывать. Их профессиональное сотрудничество один раз прекратилось, когда Игорь Авакян решил уйти из спорта, но вернулся. Вернулась и Таня. И путь на вершину начался. В то время секций было не так много. И плюс мои друзья в основном тогда были мальчишки. С детства с ребятами больше появилось как раз-таки больше активности. Там казаки-разбойники, всякие брядки, стрелялки. Вот это все было мое. И пошли все друзья, да, в основном ребята, опять же говорю. Вот. И, ну, пошла и с ними я записалась. Все-таки папа и охотник, она и везде. То есть с ним то на охоту, то пробежки, то силовые какие-то там упражнения. Нет, это уже в генах. Родители Татьяны не препятствовали тренировкам, но дочь видели в другой профессии. Однако, когда девушке исполнилось 17, стало понятно, в боксе она своя. Уже непосредственно ты выходишь в ринг, очень страшно. Тогда ты еще не умеешь на первых этапах владеть самим собой. И страх овладевает. Ты говоришь, наверное, я брошу, зачем такое нужно. Вот. Но впоследствии, как бы, ты когда выходишь, и выходишь из ринга уже победителем, особенно победителем, тебе это нравится, и этот вкус побед заставляет тебя работать дальше. Уже на Курика. Представляем вашему вниманию четырехранную поединок. Уже в 17 лет девушка блестяще выступала на первенствах и чемпионатах России. Звезда Татьяна Зрожевская начала загораться, но она пообещала родителям получить специальность, не связанную со спортом. Когда я сделала все, чтобы, да, оправдать себя, что я хочу выбрать именно стезю спорта, да, я сказала, вот смотрите так и так. Ну, конечно же, тогда родители были против, в плане того, что обычная профессия, она всегда спокойная больше для родителей, да, там, не знаю, экономист, бухгалтер, юрист. Я выбираю нормальную профессию, но остаюсь в спорте. Конечно же, они очень, не очень восприняли это, но, как бы, я отстояла свое право, вот. Какая у вас профессия, так, если вы закончите? Экономист. Улица, здорово! Я крылью, не давай, ты еще тут! Татьяна Зрожевская! Сегодня в карьере Татьяны Зрожевской 240 боев. Поражений по пальцам пересчитать. Ее знают во всем мире. За собственный неповторимый стиль получила прозвище «Черная пантера». Это вот мне дети подарили, так как, да, называют «Черная пантера», да, вот мне такое подарили «Черная пантера» с буквой «З». В этот зал «Черная пантера» возвращается после каждого поединка. Это ее второй дом. И каждый раз все начинает заново. Перед боем спарринг-тренировки с лучшими девушками-боксерами страны. И обязательно тренировки с парнями. Это тоже вызов. Конечно же, парни, они не бьют сильно, но они на полную, да, используют свой темп боя, свою скорость, мышление, самое главное, оперативное мышление, оно гораздо больше. Вот, и они подтягивают на другой уровень, то есть на мужской вид. Таня сильная. То есть все это понимает, что она сильная. А для того, чтобы устроить бой для Тани, соперница должна быть определенного рейтинга. И девочки, которые занимают, те, которые нам подходят по рейтингу, они уже не хотят боксировать с Татьяной, потому что они упадут в рейтинг. Либо они просто отказываются, ссылаясь там на травмы, что только мы уже не слышали. Анастасия Рылькова работает с Татьяной Зрожевской несколько лет. Ищет соперниц, спарринг-партнеров, договаривается о поединках. Спортивный менеджмент на ней. Их знакомство началось с того, что племянник Анастасии ходил на тренировки к Татьяне. Несмотря на такие огромные достижения спортивные, которые она имеет, она вернулась к нам в роли педагога. Педагог дополнительного образования, который имеет высшую квалификационную категорию. И является примером для обычных ребят с нашего микрорайона, с нашего города. Потому что тренируются у нее ребята не только с микрорайона, но и с самого Воронежа приезжают, зная, какой человек у нас работает. У меня есть там пару таких начинающих звездочек, но может быть в будущем, если вырастут. Да, мне интересно еще. Я со стороны тоже смотрю, как тренировочный процесс можно вести со стороны. То есть для меня, как и для спортсменки, это тоже такое обучение. Вот как раз-таки дети, которые у меня занимаются, они приносят рисунки. Вот они как подарок мне приносят, вот мы их сюда клеим. Рядом с детскими рисунками – цифры. Это своего рода тренажер на реакцию и внимательность. Вообще в арсенале Игоря Авакяна много интеллектуальных тренажеров. Это ведь стереотип, что боксеру нужна только физическая подготовка. Особенно если речь идет о женском боксе. Женщины, они более жесткие, наверное, да. И порой, ну, гораздо сложнее иногда с ними, чем с парнями. От парней все, как бы, знаешь, что тебя не ударят больно, да, там, не такой будет, ну, там, всегда пощадят. Но в спрингу с девчонками ты понимаешь, что, как бы, тебя там не будут жалеть. И соперничество, оно сохраняется везде. У меня эта палка в двух концах, честно говоря. Я уже и возраст такой, я больше жалею, чем даже и других детей, я уже так не гоняю. Я понимаю, что девочка в любом случае, и да, иной раз совершаю непозволительное. Я даю, ну, славинки определенные. Ну, так нет. Потому что, да, по мне, да, если мужчина как шрам украшает, то здесь я не могу, не хочу эту шраму украшали, или там синяки украшали, совсем этого не хочется. И, соответственно, у меня и, ну, так как и все делают, не только я, но я больше упор всегда делаю на защиту, чтобы вот, чтобы у нее было здоровья. Во-первых, в этом виде спорта нет слабых девушек, кто выбирает изначально этот вид спорта. Они, наверное, сильные духовно очень, лидеры сами по себе. И каждая не хочет уступать даже на этапе разминки. На ринге Татьяна сосредоточена, в любой момент готова нанести решающий удар. Но никакой агрессии и ярости это мешает. Контроль над эмоциями – тоже весомый аргумент на пути к победе. Татьяна Грожевская! Но даже в женском боксе есть дружба. Так как я была сборной 9 лет, и сборная со всей России, то есть у меня подруги со всей России, то есть я могу, наверное, приехать в любой город России, и меня там очень тепло и радужно примут. Но что касается моих таких подруг-подруг, то они не из мира спорта, они из Воронежа. То есть мы совершенно три разных человека. Одна поет, другая рисует, третья вот спортсменка. Мы каждый со своим характером, причем объективно, но при этом, то есть мы все нацелены на один результат. Когда у всех есть один результат, то это самое главное, да, и мы к этому придем. Татьяна не любит говорить о личной жизни, но и без этого понятно – ее семья за нее всегда. Моя вторая половина поддерживает это, вот, поэтому, как бы, все отлично, все прекрасно. Мой муж не из мира спорта, вот, но очень любит спорт. Меня поддерживает, но, как бы, у нас есть тоже такие договоренности, что это не будет как раз-таки вечно, потому что это вопрос у всех встает, когда же я закончу. Когда закончу, тогда закончу. Ну, естественно, это не будет какая-то длительная карьера, 10-15 лет. Нет, я прекрасно понимаю, что я девушка, как бы, да, и я хочу, я планирую детей. Но это все будет после спортивной карьеры. О завершении карьеры никто сейчас и не говорит. Звезда Татьяна Зрожевская разгорается все сильнее. И пусть на пути случаются непредвиденные препятствия, это делает сильнее. Поражения, которые можно перещать по пальцам, они всегда выбивают из колеи, потому что, ну, не знаю, я человек амбициозный, перфекционист. И у меня каждое поражение, это очень больно воспринималось. Но оно, конечно, подстегивало и дальше идти, но очень обидные поражения эти. Я не могу сказать, что у меня там депрессия нападает. Нет, я еще больше работать начинаю. То есть я, наоборот, не опускаю руки, а еще больше работаю над собой. У Тани там мечта завоевать все пояса. Ну, хорошая мысль. Я бы хотел бы еще, если бы позволял закон, неплохо, если бы она еще и в Олимпиаде поучаствовала. Сейчас же профбоксеру вроде как вообще профессионально-спортсвенно вроде как разрешено. Почему бы нет? Я вот смотрел Олимпиаду, Таня бы там бы, ну, уж достойное место точно заняла бы. Мы хотим забрать 4 пояса основных, 4 титула. То есть это WBC, WBA, IBF и WBO. Хотим, наверное, сразиться, ну, может быть, там, с Аманда Сирана. Мне кажется, это красиво будет. Хотим сразиться там с Мэрилин Ривас тоже, это сильная девочка. Очень хотим с хирновскими девчонками. Для самой себя я только еще иду к той вершине, потому что вершина профессионального спорта, она очень сложна. Как я думала всегда изначально, даже в детстве, что нужно быть просто сильной, да, и ты станешь первой в мире, то в профессиональном боксе такого нет. Сейчас очень многие соперники меня, соперницы меня избегают, и мы не можем найти боев. Очень сложно это перенести, потому что по спортивной деятельности, по спортивной жизни это очень сильно бьет. Вот она отнимает время, самое драгоценное, что есть у спортсменов, это время и молодость. А так бы, конечно, я хотела все быстрее гораздо закончить. У меня есть силы, у меня есть энергия. Каждое ежедневное напоминание, чем отличает сильного, да, от слабого, то, что сильно встает и идет дальше делать свое дело. Татьяна Залшевская! Встречаем! У каждого из нас своя история. Самыми интересными мы делимся с вами на телеканале ТВ Губерния. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго!